Промышленность. В докладе о социально-экономическом развитии города этому пункту Ольга Жук уделила отдельное внимание. Именно от работы предприятий во многом зависит благосостояние горожан и уровень обслуживания. Среди положительных аспектов – книжение запасов готовой продукции почти на 90% и значительный рост объемов производства. Вместе с тем, в антирейтинге Белшина, Громаши, ДСУ-16, эти и еще шесть предприятий работают с отрицательным результатом. А среди тех, кто выбыл из отстающих – ТДИА. Экспорт товаров и услуг. Если взять все два с половиной года, которые мы с вами сегодня рассматриваем, то суммарно за этот промежуток времени нашими предприятиями было поставлено на экспорт товаров и услуг суммарно больше миллиарда долларов. Миллиард пятьдесят миллионов долларов. В городе существуют две свободные экономические зоны общей площадью 36 гектаров. Большое внимание уделяется и предпринимательству. Только за два года в Бобруйске зарегистрировалась 271 новая коммерческая организация. Если говорить уже про средства, то есть на текущий момент у нас в городе 1373 действующие коммерческие организации и порядка пяти тысяч индивидуальных предпринимателей. В городе действуют два инкубатора малого предпринимательства. Это в рамках программы, о которой мы сегодня говорим. И один центр поддержки малого предпринимательства. В социальной сфере сразу два показателя дали положительные результаты. В честь и безработицы – две вакансии на одного соискателя. Выросла реальная заработная плата. За июль в среднем по городу она составила 803 рубля. В честь и здравоохранения улучшилось качество оказания медицинских услуг населению. Показатель смертности, в том числе младенческой, свелся к мизеру. А профилактика заболеваний ВИЧ и туберкулеза дала значительное снижение фактов заболеваемости. Показатель смертности от туберкулеза у нас 1,4 на 100 тысяч населения. В прошлом году был 1,8 на 100 тысяч населения. В общем-то, достаточно хороший, снижается на протяжении последних лет. В числе рассматриваемых вопросов на заседании и строительство. Объемы работ за первое полугодие без малого – 42 миллиона. В этом году в эксплуатацию введут 65 тысяч квадратных метров жилья. Из них новоселами станут больше 70 многодетных семей. В чести достижений – новая школа на Западном, в ожидании детский сад в 7 микрорайоне и наболевшая реконструкция детской больницы. Ангелина Дикун, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.